Поехали! Поехали! К разбору. Свет Коли наш. Приступаем к разбору вопросов. Достаточно большое количество, так что, как говорится, вратарь готовься к бою. Часовин поставлен на ворот. Валера Мироновичев. Вопрос. Здравия! Как бы правильно сформулировать вопрос? Сейчас лето огненного феникса, очищение, смена чужеродного и так далее. Правильно понимаю, потом уже в конце декабря наступит другое лето солнечное. У кого календари разные, но мы сейчас живем в эпоху волка, а это санитар, санитар леса, санитар вещего леса. То есть эпоха Щита Велеса, информации. Вот кого эпоха. Была эпоха лисы, тотальной лжи. И не просто сказки, больше всего про лису. Каждая сказка – это вариант обмана. Это было для нам послание. Поэтому эпоха волка. Для меня это приятно. И я считаю вот это. Но феникс птица наша, возродящая из пепла, и Русь-матушка – то же самое. Возродится из пепла. Надеяться на земном шаре больше нет ни на кого. Ни на какой народ. Только на Русь. Если уж человек, в данном случае Валерий, спросил про огненного фениса или феникса, как по-разному называют, то в этом случае, наверное, надо сделать уточнение. По этому каледедару все-таки не в конце декабря происходит переход, а это происходит чуток пораньше новолетия. Потому что, опять же, есть множество у нас различных календарей, каледедаров. Потому что Русь огромнейшая. И многие календары и многие круголеты привязаны к тому месту, где жили люди. И представляете себе, например, вот тут уже весна два месяца идет, а вот там еще холод, к примеру. Ну и что, вы пойдете все сажать пшеницу, что ли, в одно и то же время? Или тут уже уборка закончилась, и второй урожар растет, а у вас еще только-только колосица начинает, да? И что, вы сейчас должны пойти и все это срезать, что ли? То есть, где-то сады цветут, а где-то зима до вьюга. Поэтому разные календары дальше, они не только разные с точки зрения, например, земледельческих направлений, а еще и с точки зрения, например, жиреческих. Вот тот, который вы называете, это жиреческий. Он к земледелию имеет отношение, но есть еще уточненные земледельческие. Но так вот, если все-таки вы про огненного феникста или феникса, то лето духовного облагораживания общества, когда людей трудно сбить с пути сил света, в этот год происходит нарастание духовной, интеллектуальной, физической мощи в державе, в этот год рождаются высокодуховные люди, способные вести с собой людей, символ феникс или фенист, и стихия огонь цвет алый. Вот это, что касается того, о чем вы сказали, по одному из, как я называю, жиреческих календарей. Благодарю, Алексей. Идем дальше. Русь, ведическая, реплика в эфир. Добра солнечному человеку. Это тебе. Благодарю. Далее. Огненный тигр, вопрос в эфир. Как вы считаете, являются ли индийские ведические традиции частью нашей культуры? Часть – да. Ну, опять же, в крайность бросились. Они в духовность, материю, вот этот достаток человека отстранили. Запад – наоборот. Везде перекос. Мы между ними всегда находились. Ну, это, конечно, наша. Часть наша, да. Потому что много уже копий было сломано по этой теме. Идем дальше. Алиса. Я сейчас читаю Виллисову книгу в переводе Гнатюков. Там написано, что молили богов, когда беда приходила. Не только славили. Значит, были варианты и призывы к помощи богам. Ну, прежде всего, конечно, нам надо просить эту помощь, начиная с наших хранителей, начиная обращаться к душе своей, наладить связь и к духу нашему. От этих вещей по нашей вертикали, конечно, надо просить помощи. Они-то нам укажут, если мы не видим. А как с нами они общаются? В основном на данном уровне. А во сне. Во сне. Вот простой пример. Я вот в полгода уже не общался с Алексеем, здесь не появлялся. Ну, думаю, хватит. Но надо же за каждое слово отвечать приходится. А что ты сказал не так, так же получишь по полной программе. Да ну, мне это не нужно. И что вы думаете? Мне каждую ночь стали сниться, что я опаздываю куда-то. Причем так плохо опаздываю, с такими последствиями нехорошими. Все каждый день, каждый день, каждый день. И вдруг, даже с Алексеем тут разговаривал, говорю, да нет, я пока не буду. А потом вот это, пошли, пошли, пошли. И мне Светлана звонит. Что-то ты давно не выступала. Я говорю, да хорошо. Ну, и тем обозначил. Все, перестали сниться. Вот вам пендель от души моей, от духа. Обрати внимание, я не причастен к эндону. А то сейчас начнут. Вот Алексей нам нашаманил. Абсолютно нет. Вот мы по любви договариваемся всегда. Решаем вопрос. Если человек готов, он всегда приходит и всегда выступает. Не готов. Никогда. Никого. Не тащу. Не агитирую. Вот поверьте. Мало того. Были случаи, на меня даже обижаются люди. Почему ты не перезвонил? Почему ты вот не сказал? Говорю, слушай, дорогой. Но я же тебе вот послал. От тебя нужно вот это, вот это. Когда будешь готов, мне напиши. Позвони. Причем несколько раз уточняли это все. Нет, ты должен был мне позвонить. Должен был мне указать. Я говорю, да я ничего не должен. Твоя задача была прийти к людям. Ты ее не выполнил. Я был готов тебе помочь. И не более того. Я же не хозяин тебе. Ну почему ты должен на цепочке возить, как собачку, куда-то в туалет, например. Ну что за глупость такая? Мы же люди все, человеки. Кто-то человек, кто-то человече уже. Кто-то азом стремится стать. Кто-то себя уже называет азом. Так давайте следовать тому, как вы себя называете. А то, как это возвышение до горы, а сами и под камушек влезаем и нагибаться не надо. Ну ладно. Идем дальше. Виталий Микеров, Владимир Николаевич, что ты имеешь в виду под понятием творец и создатель? Потому что каждый человек вкладывает в это понятие свое, и понять термин порой очень трудно. Вот помоги разобраться. Вот когда неспроста написано «и сотворил Бог», вот творение, вар, варить, в мироустройстве кипящий бульон, вот это нет материи, но уплотненная информация и структура, она в конечном итоге расщепляется вплоть до цивилизации и превращается в силу информации. А информация, опять же, по воле Творца или нашей воли, почему наши силы-то и пращили, вещания, творили вещи, не волнули землю матушку, а не вещания, творили вещи, поэтому вещи. Так вот, когда он творит, то творит то, чего не было, творение. И вот поэтому творчество надо говорить, а уши-то режет, мы говорим творчество, вор закладывает, а не вар. Что такое создатель? Здание, фиксация, зафиксированное. Вот, это могут только повторить, это клонирование. То есть снять модель и сделать. Некоторые народы повторяют, даже лучше делают модели, но насчет творения у них проблемы. Потому что архетип Творца заложен именно у русского человека. Вот почему во все времена на пути к мировому Господу состоял именно русский человек. Теперь Господь, я уже обозначил. Вот это вот, что Господь, что Создатель, это одно и то же. Это одно и то же. Потому что Он создал Адама. Он нам установил 120 лет жизни. Создатель, там, почитатель, найдете. Там уже в пятой или шестой главе, там, Господь определил 120 лет. Он нам определил. Он не заинтересован в развитии. Это Бог-разрушитель. Я уже докладывал, что Богов там много. Это Бог-разрушитель. Бог-пожиратель, пока не нажрется. Бог-наблюдатель. Наразрушался, нажрался, наблюдает. Там Бог-хранитель начинает хранить. Все, что ему понравилось. Высший век, Творец, он может любым Богом быть. И в процессе жизни он становится любым Богом. Приводил я пример тоже, что если Творец решил себе стол сотворить, он же идет в лес, дерево рубит, он же разрушает. Но Творец поговорит с ним, что послужи мне в другом качестве. И все, дерево умирает спокойно и с радостью умирает. Потому что мы Творцы. А Создатели – это разрушительный скрип. Раз ничего нового не дают. Мало того, разделилась история, как он сотворил Адама с Евой. Отсюда и пошла потом Тора инструкция к мировому господству. И это же их. И считай, все священное писание дальше для Адама с Евой, а не для нас. Нет там разумные вещи поскакивать, естественно, иначе бы это не жил. Но это не для нас. Это не наша история. Ну, где-то вот так. Хотя самое интересное, это вот если следовать последовательно тому, как все развивалось, то вот ты сегодня разобрал. Да и до этого говорили много раз, да и описано это было. Просто как-то вот мы повторяем каждый раз, потому что люди все подходят, подходят, подходят и спрашивают каждый раз одно и то же. Ну, приходится повторять. И я думаю, что это неплохо. Это просто такое бытие так устроено. Не все сразу просыпаются, не все сразу рождаются. Кто-то идет в первый класс, а кто-то уже школу давным-давно закончил и уже и преподает, и свои дети есть. Поэтому повторение – мать учения, как говорится, а заикание – мать повторения. Так вот, поэтому здесь повторять нам придется все равно. И вот если понять, что вначале были как раз наши предки, не те, которых из глины, из праха сотворили, а наши предки настоящие, наследники великомудрых богов, которые создавали вселенные, миры и вообще все, что мы видим и знаем. И там было разделение потом на разных, опять же, богов, которые пошли по темной стороне, какие-то по светлой стороне и так далее. Вот мы потомки светлых богов. Хотя нельзя просто так отделять тьму, мрак, потому что без него мы, солнце, не узнаем света. Поэтому они должны быть в гармонии, в ладу. Но все равно так или иначе, то есть вы выбираете каждый для себя, куда вам идти – в пекельные миры или все-таки к свету, и взаимодействовать поэтому надо с разными людьми. Ну так вот, если учитывать, что наши предки здесь появились давным-давно, несколько миллионов, кто-то говорит, миллиардов лет, то в этом случае тогда здесь была даже не цивилизация, а держава, которая управляла всем миром по божественному кону, по божественному кону, по поконам. И слово «то-ра», «то-ра», то есть «то-свет», означало совершенно другое. Но до какой же степени исказили некоторые товарищи это, присвоили. Ну, многие присваивают себе, да, когда появляются, «О, это мое». Ничего, да, кто-то отвернулся, не заметил, из кармана вытащил, например, там, воришка, да, чего-то. И сказал, «О, теперь это мое». Не было, что ли, таких случаев, не видели, когда кого-то грабили?» Не присваивают себе. Вот, вытащили, и теперь это совершенно по-другому все воспринимается. И звезду Давида назвали, исказили, создали там ее, хотя это была изначально звезда Велеса. И немножечко и там параметры изменили, и цвета убрали, и много чего там. А хостерка-то и осталась там. Да, да, короче, похозяйничай как могли. А мы теперь сидим и говорим, «Это не наше, это не наше». Да, вот в том виде, как это испоганено, это не наше. Но, друзья, давайте-ка восстанавливать свой уже уровень и давайте возвращать то, что наше. Да, это не вот то, что вот сейчас мы говорили, вот этого Тора, который стал Ветхим Советом. Все-таки это я вот так для себя сделал открытие, так как давным-давно. Это не наше, исходя как там написано, для кого там написано, что там написано. Но это не говорит о том, что когда-то в древности какие-то иные народы, например, не взяли нашу мудрость, под себя ее не построили, потом выкинули то, что их не устраивали, добавили своего, потом еще, еще, еще разок. И в конечном итоге такое получилось разбавление, что, в общем-то, той самой мудрости божественного света, то божественный свет уже там практически не осталось. А осталось вот это вот то, что является на сегодняшний момент Торой в их понимании. И для них это, видимо, учение. Ну, я уважаю их, пускай это для них учение, потому что... Да, ты хорошо показываешь картинку. Вот, посмотрите внимательно. Все застегнуты, и мужчина, и мужчина, и женщина. Все застегнуты. Вот, как женщина сейчас является. Еще элемент культуры был. Награды одевали на верхнюю одежду. Не прятали под верхнюю одежду, а на верхнюю одежду. И вот эта одежда закручивала именно правое вращение силы. Вот так ремни надо носить у себя. Вот. И, смотрите, у него три. Внизу кольцо в серединке, и вверху воротячок стоечка. Это три Тора. Вокруг нас тоже так же существует три Тора. Вот я показывал один Тор. Где он, где он? Вот он. Вот один Тор. А тут три Тора. Это защита. Была от темных сущностей. Справа вращения. Пробиться через такую защиту. Это время, когда не было столько излучений, сколько сейчас. И вот так носили наши щуры и пращицы. Я смотрел в них среднюю одежду точно так же. Нижнее белье точно так же застегнуты все в одну сторону. Нашел картинку. Здорово. Так вот, просто закончу. Поэтому, исходя из того, что нам навязали, это не наше. Исходя из того, кто здесь был первый, вот тогда это наше. Но, опять же, как вы относитесь, что вы в это вкладываете и как вы применяете, от этого и зависит ваша жизнь, ваша судьба и ваши, в общем-то, последствия, которые вы в этой судьбе получаете. Там волшебные пендели, грабли и прочее, прочее, прочее. Поэтому перестаньте… Образы правильные возвращать надо. Образы правильные возвращать надо. Да. Поэтому вот самое главное – осознать это. Перестать быть маленьким ребёнком, который ухватился за чью-то мысль, и он с ней бегает, как цыган со списанной торбой. Перестаньте вот быть просто подражателем, включайте уже голову. То есть для нас вот эта самая ихняя тора – это не наша, это ихняя. Ну, хорошо, у них есть, но я рад за них, что у них есть такая тора, которая рассказывает, как там надо поступать в жизни, чтобы управлять страной. Но у нас же есть наследие, которое намного мощнее, которое не просто о том, как кого-то поработить, а как здесь жить в ладу, в гармонии с природой, святочтя велико-мудрых предков и своих богов, и, исходя из этого, жить в державном начале. Вот это вот наше. Ну, продолжаем. А то, как-то улыбились беседы. Вот это, смотрите, Господь, Господарь, Государь, Государство и Господь – это его творение. Название. У нас правильно была держава. Но правильно ещё называть? Держива. Жива богиня. Держать живу. Только народ может. Я думаю, что здесь была и держава с точки зрения того, что мы представляем, то есть объединение, и держива, то есть живо, где существовало объединение. Поэтому здесь очень… Вот это понятие, оно опять же, это целый шар, это такая огромная-огромная ёмкость, которая включает много чего. Что-то отвергать смысла нам нет, а наша задача – собирать воедино. Пришло время собирать то, что когда-то по определённым причинам было разбросано. Наше время созидать. Не с точки зрения «создать кого-то», а созидать, то есть со, со соединять, зело, где мощь, вот это всё собирать, и дальше двигаться туда, куда мы должны двигаться, а не барахтаться в этом болоте, и обливая себя фекалями, соседи кричать, какие мы молодцы, как у нас всё хорошо. Да. Идём дальше. Солнечный денёк, вопрос в эфир. А можно ссылку на буквицу? Я себе такую же распечатаю. Хорошо. Я опять, когда в ответ это буду читать, я там скину. Хорошо. Это вопросы-то потом как-то мне попадут каким-то образом. Попадут, они же, да-да. Я тебе сброшу все вопросы. Да, вот. Или ещё вопросы, как после появляются. Я на них буду отвечать. Хорошо. Даже если мы что-то забудем, напомнят в комментариях, обязательно напомнят. Это я уже убедился. Я уже убедился. Вот пишите в комментариях. Андрей вопрос задаёт. Сказителю. Дай свою оценку Александру Сергеевичу Пушкину. Так, посетись мир... А, всё, прошу, понял. Посетись мирные народы, вам недоступен честь и клич, к чему стадам плоды свободы их нужно резать или стричь. Благодарю. Ну вот, загнали нас в церкви и превратили в овнов. Вот. И там пастыри, пасут этих овнов. Да, действительно, стригут по полной программе, снимая жизненную силу. Стрижка идёт. Пушкин – великий светоч. Это величайший пророк из всех пророков. Величайший. Ещё сокрыто. Архивы его не раскрыты, как слабо. Так что мы ещё будем удивляться и восторгаться этим светочем и русского языка, и литературы, и предвидения, и понимания мира. У Лукоморья, однозначно, стоит отдельную передачу надо делать по Лукоморью. Ну, вот так примерно. Дальше. Владимир Заболотнов. Христианство – это детская болезнь, которой должен переболеть каждый. То есть, должны ли все этим переболеть? Или всё-таки это для избранных? Ну, для Лунов надо переболеть. Толчок – хороший пендель, потому что вес, что ли, для той щука, чтобы карась не гремала. Если вот сейчас на земле устроить, рай на земле, но всё, что человек хочет, то всё есть. 50, максимум 100 лет мы превратимся в свиней. Поэтому, вот, все это наши учителя. К тем же иудеями отношусь, как к нашим учителям. У меня нет к ним ни агрессии, ни ввести. Это наши учителя. И мы должны были это пройти. Ведь, где земелька наша находится? В самом низу светлых планет. Вот сейчас это случай такой уникальный с нашей земелькой. Наблюдают многие-многие цивилизации, что происходит тут. И боги-то пришли к нам, уже они проявить не могут, они напрямую-то не могут работать. У них такой свет мощный, что мы сгорим от них. И огромного размера. Поэтому нас они берегут, вот так вот порциями дают вот эту нам силу, которую я показывал вам. Она все ощущающая, все подлиннее и длиннее, а дальше будет все больше и больше. Это общение, это боги-то к нам пришли. Здесь комментарий такой, Томас фон Измир. Тору разоблачили, звезду Давида разоблачили. Скоро и синагогу разоблачат с пейсами. Уважаемый Тормас, у меня нет никакого желания кого-то разоблачать. Разоблачать — это по-русски, когда облачения снимаются, и мы кого-то голым восстанавливаем. Вот мне смотреть на чьи-то телеса как-то так, ну, нет особого желания. Я не страдаю этим. Когда говорим правду, ну, это же правда. Посмотрите внимательно на древнейшие какие-то находки, когда иудаизмом вообще не пахло, которым по 20, по 30 тысяч лет. Но там так называемая звезда Давида присутствует. Ну что, тогда были какие-то протоевреи, что ли, которые пришли, эту звезду Давида прихватили. Да вообще-то звезда Давида не так давно, между прочим, применяется-то. Вы почитайте историю Израиля, когда она появилась у них. И там будет понятно, есть совсем там чуть-чуть, совсем чуть-чуточки. Вот. А посмотрите, зайдите в какой-нибудь буддийский храм. Там до сих пор вот эти вот так называемые звезды в кавычках Давида, только с разными цветами, присутствуют. То есть, получается, и на славянских раскопках какие-то археологи находят даже утре обычную. Там и свастичные символы, и так называемые звезды Велеса, и различные завертыши, поворотники солярные, и вот эти вот соединения, и целые орнаменты, так называемые, связки, вязь и так далее. Там это все присутствует. То вязь мы арабам отдали, это мы евреям отдали, это мы еще кому-то отдали. Ну, ребят, ну, как это... Помнишь, Иван Васильевич, медпрофессию, когда он там на ухо-то ему, ты что же ты раскидываешься, да, властями, на тебя не напасешься. Мы не отдавали. Можно я продолжу? Конечно. Получилось таким образом. Когда четыре народа с гипербории спускались вниз, хаорийцы и дарийцы ушли на юг, а святорусы и рассеи остались на севере. И получилось две культуры. Поскольку у нас лесов много, и жечь можно было чего, наши тела сжигали. И явления культуры нашей не оставалось. А на юге жара, мало деревьев. И жара то, что топить, и жечь, да, их хоронили. А вместе с ними вот остатки культуры. Поэтому там сохранилось, а у нас нет. Это не значит, что мы отдали. Нет, это как результат культуры. Ну, в общем, да, можно и так посмотреть. А можно просто сказать так, что от бескультурии сие, от невежества сие, когда человек не ведает своих корней, он воспринимает чужие слова за истину и чужое писание за свое прошлое. Но, прошу прощения, это чужое писание. И там о вас ничего нету. Там рассказывается о том, как вас привязать на веревочке и как бродячих собачек приучить, чтобы вы в будке сидели и по-лишнему не тявкали. И в случае чего, чтобы вам бросали косточки для того, чтобы вы успокоились. То есть, друзья мои, осознайте, кто вы. И поймите, что тот, кто пишет вам историю, он пишет не для того, чтобы вы стали разумными. Он пишет для того, чтобы вы оставались невеждами, которые абсолютно ничего в своем прошлом не знают. Для чего? Для того, чтобы вами было проще управлять. Чтобы вами можно было просто манипулировать, а все, что вы создаете, присваивать себе. Точно так же, как раньше присваивали многие слова, многие значения, многие какие-то земли себе забрали и много-много чего другое. Пришло время, когда мы не против кого-то объединяемся, а для чего-то. Для того, чтобы восстановить свой статус людей, которые имеют право жить по совести, владу с природой, имеют право владеть всем тем, что нам принадлежит, по божескому направлению, а не отнимать у кого-то что-то, не убивать кого-то. Наша задача объединиться и восстановить порядок, а не вот эту вот мерзнотную цивилизацию, которая всех доит, рушит и сама себя, как паразит, уничтожает. Идем дальше. Вопрос в эфире от Владимира Заметича. Этот мир исчезнет вместе с нашим сознанием в момент смерти. Это вопрос такой, исчезнет он или нет. Дальше. Вселенной без наблюдателя, видимо, его сознания нет. Весь мир и всё вы, всё внутри меня. То есть, вот такой философский вопрос Владимир ставит. Этот мир исчезнет после его смерти? Дальше. Вселенная без наблюдателя, видимого сознания, будет существовать или нет? И если он есть весь мир, то получается, вы все внутри, в данном случае, Владимира. Значит, для каждого из нас мир существует до тех пор, пока мы существуем. А поскольку мы творим, не только Бог сотворил, разделил вот такое. Мы каждый день, когда выбираем, вот что-то принять, решить, мы подумаем два-три варианта. А ведь мы это запустили, информацию. Это мы запустили параллельный мир. И выбрали один. Да, пока, ведь, опять же, именно наблюдатель. Вот, посмотреть себя со стороны, понаблюдать со стороны, это великое дело. А еще, еще умудрить со стороны духа посмотреть за наблюдателем. Еще один этап интересный. Философские мысли. Да, Владимир, я с тобой контактирую, и рад, что я тебя знаю. Тебе тоже пора уже, видимо, выступать здесь, на Народном Ставинском Раде. Так я предлагал много раз. Он говорит, я еще не готов, не готов. Ничего, ничего. Будет ли на нашей улице праздник, придет к нам Владимир. Поэтому смотрите, простой вопрос. Вот сейчас раскручите мысли. Да, солнышко крутится вокруг Земли. Правильно. Если наблюдатель на Земле. А ты полети в космос, посмотри, там будет другая картинка. Там планеты вокруг Земли крутятся. И диск увидите. И увидите, что они летят вот так по плоскости в центре солнышка. А тут планеты крутятся, вот это торсионное поле всей Солнечной системы. Это все зависит от того, где наблюдатель. Да, мы наблюдатели. Но это надо понять, наблюдать. И вот почувствовать душу свою, чтобы душа увидела со стороны. Ведь сознание-то наше. Мы мыслим не в голове, а вот здесь поле, полевая структура. Это биотрансформатор в чистом виде. Поэтому тут не дает покоя элемент на твоей руке в виде красной нити. Вот Надежда пишет, дедушка каббалист, небось, красную ниточку себе туда натянул. Зачем тебе красной ниточки, давай признавайся, успокой людей. Ну я посмотрел фиолетовый я был в рубашке, в чисто-белой рубашке был, да. Но потом мне то, что красный цвет, это низкие вибрации, соглашусь, но здесь у меня есть наши мощные солярные символы, они мне компенсируют этот красный цвет. Очень хорошая подметка. Умница. Или там девушка, или мальчик. Девушка, ну так зачем ты на руку-то накрутил ниточку-то? А, ниточку накрутил. Как красную. Это экзекуатор. Это экзекуатор. Если я оговорюсь, я себе хлопну вот по этому месту, от застену и хлопну. Это учитель у меня. Так вот, Надежда, ваши, как сказать, умозаключения не совсем верны, вернее, совсем не верны, потому что вы пошли не по тому пути. Вы увидели, во-первых, не резиночку, окрасную ниточку и подумали, что это признак не совсем наш. Вы подумали, что это что-то оттуда идет от иных народов. А это все банально и просто. Просто Владимир себя воспитывает, когда он говорит или делает или думает что-то не то. Он оттягивает и бьет себя. По запястью резиночке больно. Так что это ни в коей мере не то, что вы подумали и уже неоднократно другим пишете. Благодарю. Я употребляю свет резинки. Благодарю. Хорошо. Идем дальше. Анжела Шемшур. Вопрос в эфир. Скажите, какие существуют способы открывать свои СВО и Чакры? СВО и Чакры. Написано так. Их, в принципе, много. Прежде всего, мыслей. Так, все паразитические сущности, забейте свои программы, дайте мою жизнь и творческую силу, отправляйтесь на аннигиляцию. И начали крутиться в левую сторону, как волчок, до тех пор, пока тебе хочется. А после этого, если какой-то есть способ, я могу, кроме рамки, сказать, способ вас научить, как померить ваш размер поля, допустим, или силу излучения высокочастотного, вот, в тысячи. Ну, это один из способов. А потом оставаться на высоких фигурациях, чтобы больше к вам не клеились. Вот. Потом много факторов, вот я сейчас пользуюсь, вот такая очень мощная метелочка есть у меня, вот она. Это изделие волхва настоящего, по делам, не по словам, кто себя называет волхом, я очень сомневаюсь, что он волх. А этот человек говорит, да у меня начальное образование. Вот. Здесь магний и нехрон. Катушки. Четыре катушки. И вот создаётся очень мощное поле, чистящее поле. Вот это пространство, которое я сказал, 15 тысяч единиц силы излучения густосотного. Я раскрутил эту штуку. Вот. Есть торы разной формы. И много всего. Крапива работает очень здорово в этом ключе для чистки пространства. Вот. Ну, кому интересно, в комментариях напишите, я вам укажу адресат, где вы будете читать и интересоваться на этих вещах мелко. Благодарю. Ты всё-таки цвет резиночки измени, потому что Надежда писала, да это просто маскировка. Ты там маскируешь просто под резиночкой. Благодаря. Мне оказалось в другой резиночке. То из стёра, это, ну, посмотри, они красные, поменяют. Ну, там, зелёненькую какую-нибудь там цепи. Нет, я найду фиолетовую или беленькую. Ну, беленькую, беленькую, да. Хорошо. Идём дальше. Юрий, вопрос. Беседа Молотова с Серафимом Саровским это подделка? Вот я не знаком с этой вещью, но подделок у нас очень много. Но настоящее значение деятельности Молотова по поступкам посмотреть надо. Если стыкуется, внимательно наблюдайте, раз вы такое знаете, как деяние Молотова и искажённое нормальное деяние Молотова соответствует с жизнью Серафима Саровска и с его фигурой, значит, это не подделка. Всё просто. Ну, здесь написано не Молотова, а Мотовилова. Мотовилова. Я не знаю, Молотов ли это, может, псевдоним какой-то, я так не слышал об этом. Ну, ладно, в общем, не знаком. Идём дальше. Огненный тигр. Вопрос в эфир. В Ведах написано, что Земля не круглая, а плоская и имеет размеры гораздо больше, чем мы видим. Но в других мерностях что об этом думаете? Ну, черепаха плавает в безбрежном океане воды, а на самом деле это Веда, то есть информация. А почти всё занимает информацией. Вот в этой информации плавает черепаха. На ней три слона. А на ней земля матовка плоско изображена. Вот это описывается. Но здесь совершенно это аллегория. Это аллегория, как принимать, как нам общаться с этой информацией, какими путями три слона. Три мира. Мира, правь, нахи, явь. Вот. Это отдельный длинный разговор. Я думаю, что это аллегория, точно так же, как в Хават-Гад-Гите. Там человек изображён пять рысаков мощных. Колесница, возница такой шикарный, а в колеснице маленькая светлая душонка. Вот это человек. Это тоже такая вот аллегория. Ну, здесь надо понять, что нельзя так просто веды воспринимать примитивно и просто в упрощённом виде. Потому что есть целое направление, которое много что рассказывает. Вот по одному из названий у него юджизм. Если уж мы берём такое древнее какие-то названия, юджизм. От слова юды. А ты сейчас продумай там иуды. Нет. Это миросприятие отличное расприятие других людей. И здесь как раз разговаривается о том, что плоская земля это плоское суждение человека. Люди мыслят дуально, категорично да или нет. И вот эта плоскость она как раз и говорит о том, что или сюда, или сюда. Вот если вы уходите от плоскости, то тогда вы становитесь уже не двойственным, а дуальным. То есть ду это два и больше. А потом многомерным. Так вот хотя бы нужно от да и нет перейти на дуальное, а с дуальным уже перейти в многомерное. Это вот как минимум. Поэтому земля плоскостная, она и в двойственном, и в дуальном еще плоскостная. А вот эти три слона это материя, слово и идея, которые стоят вот на этом самом юджизме, то есть на мировоззрении, понимания и восприятия всего, что есть. А вот это есть черепаха, которая вот это все объединяет вместе и дает. А энергия это тот океан и знания, веды и так далее, в котором эта черепаха плавает. Это все условное понимание, потому что когда эту схему просто людям показывают, они это воспринимают. Ну вот такая наша земля. А это было создано всего лишь навсего для объяснения людям в упрощенной форме, как мыслят люди и как они воспринимают разные потоки от материи, от слова и от идеи, которые все исходят из вот этого мировосприятия, которое находится вот в этом огромнейшем бесконечном океане энергии и сил и прочего, прочего, прочего. Это всего лишь навсего упрощенное, еще раз говорю, схематическое описание, чтобы простые маленькие дети могли это понимать. А мы многие на уровне маленьких детей остались и говорим, вот эту картинку мы увидели, значит, так оно все и есть. Ну, кто-то, видимо, остался на этом уровне, кому-то дает картинки достаточно, а кто-то дальше пошел, ну, и ладно, и хорошо. Идем дальше. Миша Гельфанд, здравия всем! Привет, светлое радио! Скажите, в какой книге есть как правильно славить богов? Вот что ты об этом скажешь? Да, книг таких много, но в принципе-то к чему мы практически пришли, то само слово все такое, слава, все лава. Хорошие слова наговорил по этому потоку, назвал имя бога, связь установил, слава тебе, все остальные повторяют там три раза, как мы это делаем, слава, 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 первонос, слава, лады, матушка, слава, 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 вот. Ну, а так лучше всего, что тебе душа подскажет. Мне вот очень нравится, как уже я говорил, здравствуйте, светлый, я уже это понимаю, что в трех мирах его сразу слава, да? Любви, радости, мира тебе и всем живущим по твоим лучам. И это очень нравится. У кого-то по-другому будет нравиться. Не должно быть каких-то вот таких вот устоявшихся. Когда человек читает устоявшиеся, то как панамарий не прочувствует, и силы то и нету. А когда от души идет, и особенно всегда обращаться надо к богам в состоянии высокой вибрации, в состоянии любви, тогда, конечно, сила будет. Там уже в состоянии любви ты плохой не скажешь. Наговоришь, а это просто обмен силы идет. Главное, это идет поток. Ты ему даешь жизненную силу, солнышку, а он тебе твою жизненную силу. И так и другим другим богам. Но агрегоры мощнейшие у них. Агры мощнейшие. Если полтора миллиарда лет создавался славянский агрегор, или представляете, какая силища там. Обращаешься, сразу поток-то какой-то идет. Это такое мнение. Адак каких-то канонических я не за них. А придумать можно все, что будет. Я думаю так. Если все-таки мы наследники великомудрых предков и богов, то в этом случае надо с ними общаться точно так же, как вы общаетесь со своими родичами. Правильно. Вы же никогда не подходите к своему батюшке, своему отцу, отче, и не бьетесь ногами в землю перед ним, прежде чем молвить слово, прежде чем к нему обратиться. И если вы с чем-то к нему обращаетесь, то обращайтесь за помощью, вот так же обращайтесь за помощью к предкам своим. Но в то время, когда вы славите своих предков, вы славите частицу себя, потому что они ваше начало, и потому что в них ваши корни, ваш исток. И когда вы славите себя, свои корни, свой исток, укрепляя тем самым их, вы укрепляете всё древо, на котором вы, как один из листочков, находитесь. Чем сильнее древо, тем лучше каждому листочку. Вот это надо понимать. Поэтому проще будьте, и всё станет хорошо, и всё будет замечательно. Всё правильно. Вот представь, что к родному отцу ты каждый день подходишь со мной к той же какой-то молитвой, чувства не испытывая никакой. Что отец скажет? Сынок, у тебя всё хорошо с головы-то? Он спросит тебя, вроде мамка, папка тебя не роняли головой, об кафель. Откуда такие трудности-то у тебя с мировосприятием-то вообще, да? Где ты такой гадости-то понабрался? Ну да. Дальше. Белый ворон, вопрос эфир. Ты общался с богами? Вот к тебе вопрос. Ты с богами общался? Да, раз Ярила не бог наш, я очень часто просто так пообщаюсь для настроения, в высоком настроении, мне поднимается настроение, да? К ладе матушке, да, обращаюсь, вот. Ну и к сварагу обращаюсь, к чему нет? К роду богу обращаюсь, да? Ну и вот, когда нужно что-то вот поделать, я вот помню, на мегалетах решил родство небесное собрать, семь поколений, так там вообще силы-то мощнейшие, мегалиты, я наверх забрался, где право вращения набрался, где поток мощный сверху идет, сам по себе мощнейший поток, еще и на этом мегалите нашел, где наиболее мощный право вращения встал вот этот поток, вот, и начал собирать. Конечно, я должен был призвать богов, иначе такие сущности прилетят, и меня сожрут просто-напросто, при такой-то мощи, который идет там. Я собрал в помощь себе богов, два мужского рода и два женских, и обставил вокруг себя. А по-другому-то как? Да никак. А потом надо не забыть в конце поблагодарить и отпустить их. Хорошо. Белый Ворон, вопрос в эфир. Ты общался с богами, ты ответил, там еще есть уточнение по поводу ангел-лег, архангел-арлег. Ну, правда. И сразу же Алиса пишет, ангелы-хранители или все-таки леги-хранители? Я приставочки это не сделал умышленно, чтобы таких вопросов не было. Я понимаю, кто такой ангел. Вот. И понимаю, кто такой лег. Игел. Это однозначные сущности. Лег и гел. Наши светлые, сущности шестнадцатимерные. Вот. Они сотворили земельку и живут там. А изменить, чтобы как нам все изменили, вот стали ангелы. Поэтому я слово не использую совершенно. И архангелы тоже не пользуюсь. Это не наши. Это не наши сущности. Так, далее. Солнечный денёк, реплика. Олексей, устроить вебинар учёбу с учителем, с казителем. Точка. Что означает? Не знаю. Мы и так вроде устраиваем семинары, вебинары. Каждый эфир у нас по сути мини-семинары, вебинары одновременно. Также можно вопросы задавать, также можно писать. Вот я сделал начало, съездил в Рязань, два дня вещал целых людям. Вот. Были люди, которые уставали, уйдут там подремнуть немножко минут 15-20, опять стою. Информации много? Два дня. Как? Выдержал. Ну, это было моё первое крещение. Ну, вот, разговаривали вот так, в живом. Вот я вам так попросил голосовать, а тут видно, люди друг друга видят, интересно, и не молчали, чтобы моментально контакт вошёл. Я такой же, как и вы. Абсолютно такой же. Поэтому стесняться не нужно, глупость свою показать. Тогда не будешь раздеваться. Молчить. Ну, да. За умного сойдёшь, не сойдёшь. Поэтому, да, мы так же общаемся. Это верно. Вот он, почти такой же семинар получился. Ну, если это был ко мне вопрос, то этим летом меня уже пригласили провести два семинара. Один будет на Южном Урале, в Каменск-Уральском, три, почти три дня, там, два с половиной дня. И второй будет, это, Новосибирск. Однодневный семинар. Потом, правда, приглашали меня ещё на Алтай, но там не получается мне заехать, поэтому я прошу прощения перед устроителем того семинара. Ну, может, в следующий год. А это будет, значит, с 15-го я приезжаю на Южный Урал, значит, где-то 16-го, 18-го, ну, посмотрите, точную дату, вот смотрите, за анонсами будет у меня двух с половиной дневный семинар. Это Каменск-Уральский, а потом однодневный в Новосибирске через где-то 22-го, что ли, там написано, или 21-го, надо тоже посмотреть, уточнить. Но скоро анонсы появятся. Так что я тоже делаю все, что можно, если меня спрашивают, я безоплатно приезжаю и также выступаю. Ко мне иногда задают вопрос, Алексей, а сколько стоит у тебя семинар? Говорю, да нисколько, вот мне нужно проехать к вам деньги, там на что-то пожить, чтобы с голоду не помереть, и обратно вернуться, все. Если там какая-то копеечка свалится сверху, я буду благодарен. Нет, ну и слава богам. Это все очень просто, к этому отношусь. Я не зарабатываю денег, как и Владимир. Державу строить надо, а не деньги зарабатывать. Не с нищеты надо рубить бабло, а достаток надо производить. Достаток, а по-державному жить. Будет держава, будет жизнь, будет держива, и все будет хорошо и замечательно. Ну и задаваясь в заключение еще вопрос от Зои Куковой. Воспользуюсь. Значит, вот намечается у меня семинар в Томске. 14-15 апреля. В Томске. Новая информация будет в ВКонтакте, в соцсетях. Вот. Если ничего не сорвется, значит, 14-15 апреля. Двухдневный. Хорошо. Если у тебя будет желание, ты можешь к нам прислать в редакцию, через форум вредной связи или через Светлану, как тебе будет это угодно, информацию об этом семинаре, только заранее, за неделю. И это прозвучит в новостях славянского мира у нас на радио и будет размещено и в Ютубе, и везде. Зоя Кукова. Да, кстати, и других тоже призываю. Если вы делаете доброе дело ради державы, не корысти ради, а для пользы всех добрых людей, державников, то в этом случае не стесняйтесь, присылайте информацию о том, что у вас планируется, когда планируется, что будет происходить, в каком месте и так далее. Будем размещать безоплатно. Мы не делаем рекламы, мы информируем, уведомляем. Безоплатно это всё делается. Зоя Кукова. Вопрос в эфир. Здравия. Иногда ангел-хранитель проявляется у людей на фотографиях. Случайно ли это? Всё не случайно. Всё в этом мире не случайно. Да, он, значит, уже, что ли, приближается, уплотняется, чтобы как-то побольше пендели нам дать. Тонкий план. Плохо принимаем. Так он уплотняется. Поэтому на сахаровых фотоаппаратах может проявиться. Вот. Это вполне возможно. Но кто видит такие, он может сфотографировать. А я поля не вижу. А вот кто видит поля, то он может сфотографировать. Да, я много видел фотографии, которые эфирное тело. Вот, допустим, свежая могилка, эфирное тело пока ещё плотное. Да, возле могилы даже узнаваемое лицо фотографируется. Точно так же и с хранителем. Хорошо. Вот все вопросы мы с тобой на сегодня озвучили, реплики прочли и пришло время подводить итог нашей сегодняшней встречи тире семинара-вебинара. Пожалуйста, подводи. Я благодарен всем, кто слушал. Вот. И благодарен заранее, что вы будете писать комментарии. Не забывайте отметку сделать. И тем самым вы творите мир. Вы создаёте агрегоры. вы подключку делаете. А только кто благодарен забывает это сделать. Это очень важный фактор. Вот. И тогда люди будут... Ну, а так в связи с этими изменениями, которые происходят, помните, что вы боготворение. Примите себя Богом. И стремитесь каждый день ставьте задачи духу своему какую-то. Во сне вам будет ответ. Ставьте по чаще вопросы, будете получать ответы. Разными путями будете получать ответы. Обращайте внимание на мелочи. Это Дух и Душа с нами так контактируют. И хранители нам эти мелочи подставляют. Вот. Ну, простой пример. Пёрышко на дороге вдруг увидела, ниоткуда не должно появиться. А увидели пёрышко. Это сигнал. Задумайся, в чём дело. Что-то надо тебе сделать. Всё не просто так. И не забывайте, что высокие вибрации. Как поднимать высокие вибрации? Значит, прежде всего всегда в состоянии любви находитесь. Творите всё в состоянии любви. И общайтесь с ними. Не стесняйтесь говорить теперь уже, даже приветствовать. Я часто пишу, уже мне интересная информация. Радость дарю вам за такую информацию. А кому-то я пишу, любовь дарю. Не надо пользоваться теми словами. Это настройка. Это сонастрой наш. Вот. На пищу переходите, на одежду. Пересмотрите ещё моё выступление. Я там очень много говорил. Но в данном моменте, чтобы не потерять 26 тысяч лет, надо догонять земельку. И она возносится, нам не надо не улететь с ней. Вместе с ней быть в гармонии. А гармония это сила, качество силы. Это вибрации. Вибрации, вибрации, вибрации. Ещё раз вибрации. Поэтому на вибрации влияет всё. Живо посмотрите, там 4 часа у нас с Алексеем. Там очень много сказано, как мы теряем силу и ничего. Поэтому обращайте внимание, на всё, на всё буквально. Вот осень, тема, но так надо в ярких одеждах заходить нужно. Да, мир красивее становится. Не сразу одевается чёрное. Но не наше это. Нет такие мелочи, на мелочи обращать очень внимательно нужно. Это хранители и душа с нами общаются. Ну, вот так любите, восстанавливайте поток с Богом. Вот это и есть поток с Богом, когда восстанавливаете будете. Это главное предназначение. Не забывайте про род свой и живущий, и небесный. Вот. Восстанавливайте его. Любите всё. не просто за что-то, а просто так. За то, что всё есть. Сотворено так красиво. И то, что мы живём в таком чудном мире. Вот я люблю вот это чувствовать, что я родился в это время безмерно счастлив, не смотря ни на что. Что я родился на территории Руси-матушки. Русь-матушка свет. Россия свет рассеющая. и то, что я владею русским языком, космическим языком. Все языки мира произошли от исток, но ближе к которому наш русский. И мы его восстановим. А это связь с космосом. Это связь с нашим Духом. И с Богом. Конечно, наша цель стать Богом, настоящим Богом, Творцом Вселенной. Благодарю вас. Вам. Вам благодарю мне правильно сказать. Благодарю. Резиночку смени. Не щелкай красный. Смени на белую или фиолетовую. Ну что ж, друзья мои, я благодарен всем и рад всем тем, кто здесь присутствовал вместе с нами и кто будет уже слушать в конечном итоге. И просьба. Обратите внимание на светлые посылы, которые идут в эфире. И обратите внимание на то, почему иногда вроде бы свет-то сеется, да вот не везде он расходится. Почему? Часто такие вопросы ко мне обращают, я не знаю, наверное, те тоже часто. Почему мы так вот живем не очень хорошо? Почему у нас так-сяк и так далее? Ответов огромное количество. Причин огромное количество. Но, уверяю вас, все они находятся только в нас самих. От нашего невежества, от нашего какого-то не совсем правильного, может быть, мировоззрения или упертости, потому что мы уперлись в стенку, а что справа, слева, сзади, вверху, внизу не видим. Вот уперлись и все. Одна из причин, одна из причин, их много, еще раз повторяю, это наша так называемая пассивность. Вот обратите внимание, какое-нибудь зло-чернуха, то, что зло само по себе не может быть, надо какое-то давать дополнение, описание, зело, да, это что-то превосходящее, что-то, вот. А зло-чернуха, оно же не просто так существует, оно же мутит воду, оно действует, действует, действует. И вот про что говорил Владимир, там просмотрело уже огромное количество тысяч человек, а вот плюсиков вверх стоит мало, около тысячи, а остальные-то где? А зло не проходит мимо, тот, который мутит, он обязательно нажмет, он обязательно себя проявит. Вот и наша проблема в том, что вы думаете, что добро, оно само собой сеется, оно такое вот прям везде прорастет, так далее. Нет, друзья мои, это зло везде прорастает, для зла труда не надо, оно само сеется, само прорастает, мысль плохую выкинул, все, готово, получай, как сорняк. Вот сорняк, любое семечко попадет на землю, огородники-то знают, и прорастает, хорошо, замечательно, а добро – это как цветок, за ним ходить надо, земельку рыхлить надо, поливать вовремя надо, любоваться надо, добрые слова говорить надо, следить, чтобы его не забили, вокруг травочку постригать, чтобы удобно ему было, хорошо, компостить и так далее. Смотрите, сколько надо сделать, для того, чтобы получился результат, и чтобы он вырос, и чтобы его там какие-то слезняки не сожрали, кроты не подрыли, там еще что-то, травка не забила. Зло сеется само собой, от нашей глупости. Подумал дрянь, посеялась, посеялась, взросло, потом всех нас накрыло, а добро надо культивировать. И еще, если вы посеяли зло, то в этом случае вы получите зла в десятки раз больше. Добро вы тоже получите, но не всегда так. Сначала оно должно прорасти, оно должно дать какие-то уже потом цветы, после этого плоды, посеяться и вернуться к вам. Поэтому путь добра, он несколько длиннее, но он более верен, он более сильный, чем зло. Зло это так, кому-то не понравилось, сорняк выкинул и все. А вот да, с добром такой же не поступишь. И самое главное, что если даже за добро вы не получили какую-то оплату, не переживайте. Сделав добро другому, подарив ему какие-то знания, вы надарили ему огромное количество возможностей проявить себя в этой жизни. Он, проявляя эти знания в жизни, получит какой-то опыт, какие-то знания, что-то произведет, создаст и поделится с другими. И в конечном итоге люди станут богаче во всех смыслах этого слова. И с точки зрения разума, и с точки зрения любви, сердечного отношения. В конце концов, и материальное вернется к вам же, потому что они научились тем, что вы им дали, тем, чем вы с ними поделились в свое время. Многие говорят, ну вот я сейчас просто так даром отдам, и что я с этого буду иметь? Да вы будете иметь намного больше, только чуть-чуть позже. Чуть-чуть, но намного больше. И чем больше вы будете делиться добром, тем добро больше, в большем количестве вернется к вам, и мир станет лучше. Во всех смыслах, в том числе и в материальном. Кто очень сильно беспокоится и в материальном тоже. Просто подход меняйте с цивилизационного отравляющего к державному, где все вместе, где все ради той цели, которая всех нас объединяет и ради которой мы все сюда пришли. Вот какая наша задача. А не просто так сидеть по норкам, щуриться на своего соседа и говорить, чтобы тебе крова сдохла, чтобы меня у одного в деревне осталось. Вот это не наш подход. Пускай будет и у него корова крепкая и лучшая, и у вас будут прекрасные коровы, все будут довольны и счастливы, нежели чем кто-то будет страдать и желать вам в отместку чего-то плохого. На Сим я только напоминаю вам, что сегодня у нас 20 февраля 2018 года, вторник, по одному из современных календарей, по одному из древнему, как его называют, Жиреческому 31 день месяца в Югстужи 7500-26 лета Седмица, что нам делать сейчас в этом измененном мире. Такова была тема сегодняшнего нашего эфира. Автор-сказитель Владимир Свет Николаевич Артамонов. На Сим я с вами прощаюсь. Всем поклон до земли. Молодцы так держать. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное Славянское Радио. Все нужно. Все важно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова